Полным ходом в Беларуси продолжается подготовка к единому дню голосования. Для меня это очень важное и ответственное событие. Как проходит организация? Свет доброты, благотворительная акция от всей души шагает по Бобруйску. Я вот на годы, наверное, помолодела. Чем радует пожилых людей? Как корабль назовешь, так он и поплывет. Городской ЗАГС поделился самыми популярными детскими именами за 2023. Лидеры по прошлому году не изменились. Какие вошли в топ-5? А также курс на Китай, молочная империя и бюджет на виш-лист. Выросла сумма необлагаемых налогом подарков. Какой предел? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Важный выбор, подготовка к единому дню голосования охватила республику. В Беларуси вовсю идет выдвижение кандидатов депутатой палаты представителей и местной советы. Единый день голосования назначен на 25 февраля. В Минске избиратели получат по два бюллетеня в областных и районных центрах три. Сельской местности выдадут сразу четыре. Многие примут важное решение и отдадут свой голос впервые. Для меня это очень важное и ответственное событие, так как я в нем участвую впервые. И приятно осознавать, что от моего голоса будет зависеть будущее нашего города и нашей страны. 25 февраля я впервые пойду голосовать. Для меня это очень важный день, потому что выборы – это всегда ответственное событие. И я считаю своим гражданским долгом в единый день голосования сделать свой выбор в пользу нашей процветающей страны. Молодые люди должны чувствовать значимость собственного выбора и ответственность за развитие государства, поскольку мы являемся его частью и будущее в наших руках. Поэтому активность избирателей очень важна, ведь от того, кто будет избран депутатом, зависит очень многое. Думаю, что молодежь не должна выпускать возможности участвовать в жизни страны. Нынешняя избирательная кампания – самая крупная в истории страны. Белорусы впервые одновременно будут выбирать депутатов всех уровней. Безопасность превыше всего. В Бобруске проходит профилактическая акция «Берегите детей». Новогодние каникулы подошли к концу, школьники массово вышли на улицы города. Водителям нужно быть на чеку, проявлять максимальную бдительность вблизи учреждений образования. При проезде пешеходных переходов и во дворах. Также не стоит пренебрегать правилам перевозки маленьких пассажиров. При перевозке детей в автомобилях даже на короткие расстояния не забывайте, что пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности и перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. Дети старше 12 лет или выше 150 сантиметров должны пристегиваться ремнем безопасности. В свою очередь, родителям не будет лишним повторить с детьми правила дорожного движения. Напомнить, что ни в коем случае нельзя выбегать на проезжую часть, в том числе на переходах. В темное время суток на одежде должны быть светоотражающие элементы. Проверка знаний, цена презента и погодные сюрпризы. Беларусь побила всевозможные климатические рекорды за 2023. Какой месяц стал самым жарким? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Беларусь обеспечивает себя молочными продуктами на 267%. В странах ЕС уровень достигает 118. Отечественные производители по-прежнему могут экспортировать качественный товар без ущерба для внутреннего рынка. В планах расширения поставок в Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и другие государства. Выросла сумма необлагаемых налогом подарков. Новый показатель – почти 10,5 тысяч рублей. В прошлом году сумма насчитывала чуть больше 9. Если физлица все-таки получит презент выше обозначенной цифры, то им придется уплатить подоходный платеж в размере 13%. В стране второй год подряд растет количество контейнерных железнодорожных перевозок грузов. Более 1 миллиона 20-футовых перевезла БЖД только за 2023. В прошедшем году в Поднебесную по сухопутным маршрутам, а также через российские порты, было отправлено свыше полутора тысяч контейнерных поездов. На 50% больше, чем в 2022. Второй этап репетиционного тестирования стартовал в республике. Испытания организованы по 15 предметам за курс общего среднего образования. Стоимость за одну дисциплину без малого 10 рублей. Пройти регистрацию можно онлайн через личный кабинет участника. В 20-х числах февраля абитуриенты смогут получить решение заданий теста. Беларусь побила всевозможные климатические рекорды за 2023. Зимой в среднем выпало 152% от нормы отсадков, что сделало сезон самым влажным с 1945. Месяц май оказался наиболее засушливым, а сентябрь получил звание жаркого. Температура колебалась от плюс 20 до 27. 13-го числа был зафиксирован наивысший показатель – 25 градусов выше нуля. В объятиях заботы благотворительная акция от всей души окутывает добром каждый уголок синей окой. В адрес старшего поколения звучат слова благодарности. Без внимания не остается никто. Проект «Добра» активно путешествует и в Бобруйске. О том, как сделать людей счастливее – Елизавета Липеева. Отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов принимает важных гостей. Первый заместитель министра архитектуры и строительства и администрация Первомайского района Бобруйска с ценными подарками и теплыми пожеланиями посещают учреждения. Сертификат на приобретение мебели, бытовая техника станут отличными помощниками, а забота и внимание еще долго будут согревать сердца. Главой государства в том году была отмечена необходимость уделить внимание пожилым людям. И это было на мероприятии именно связано с нашими детьми. Если есть такое хорошее мероприятие, которое позволяет говорить о наших детях, значит и должно быть мероприятие, которое непосредственно посвящено людям, которые нашему государству отдали долгие годы жизни. А жизнь остается прекрасной всегда. Для пожилых людей устраивают праздничный концерт. В ответ на приятные сюрпризы почетным гостям сувенирная мельница изобилия. Вот, пожалуйста, дети приехали, все, душа на распашку. А мне очень интересно. Я вот на годы, наверное, помолодела от сегодняшнего концерта, от того, что вот со мной разговаривают такие люди. В учреждении стопроцентная заполняемость. Здесь проживает 45 человек от 46 до 94 лет. Кто-то на постоянной основе, кто-то периодически возвращается домой на выходные или праздники. Досуг постояльцев на любой вкус. Игры в шахматы, чтения, творческие и спортивные занятия. Есть даже клуб «Огородник». Учтены интересы и предпочтения каждого. В отделении трудятся 22 человека. Все люди с большим стажем, с большим опытом. У нас случайных людей не бывает. Это не просто работа, это служение. По долгу сердца и зову души. Потому что для нас это великая честь. Помогать нашим людям делать эту жизнь краше, лучше. Благотворительная акция от всей души не только во время новогодних праздников дарит радость. Она напоминает о самом главном. Делать людей счастливыми очень просто. И важно находить время для добрых поступков каждый день. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск-360. В тренде с рождения ЗАГС озвучил самые популярные детские имена. В прошлом году город пополнился новыми жителями. На свет появилось 1480 малышей. Из них 710 девочек и 770 мальчиков. Кроме того, было зарегистрировано 23 двойни и одна тройня. Всего бобручане использовали 136 вариантов женских имен и 108 мужских. Если говорить о лидерах, пятерке лидеров, то в отношении женских имен это Софья, София, Ева второе место занимает. Дальше у нас идет уже Анна, Ксения и Дарья. А в отношении мужских имен хотелось бы отметить, что лидеры по прошлому году не изменились. Немножко изменились их позиции. Первый у нас Марк, потом за ним Артем, Матвей, Михаил и Тимофей. Не обошлось и без экзотики. Ряды мальчиков пополнили Увайс, Ливон, Иоанн и Добрыня. Среди девочек нашлись Афина, Жасмин и Теона. Самыми молодыми родителями стали 15-летний парень и 16-летняя девушка. Более опытному отцу 62 года, матери 50. С 2024 в ЗАГСе действует интересное нововведение. Можно забронировать любую понравившуюся дату на весь год. Чаще всего расписываться предпочитает летом, тупой месяц, август. Сразу после нас Бобруськ Лайф. Моя коллега Мария Бересневич узнает лайфхак, как не потеряться среди большого числа депутатов и сделать правильный выбор. Покажет, чего ждут белорусы от народных избранников и объяснит, сколько бюллетеней получат бобрущане. Все ответы ровно в 20.45. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА